Что это за коробочки такие, а? Так, мне нужно отнести этот большой воздушный шар отросток. Мне придется все время носить теперь этот отросток с собой. Я красивая, правда? И проведем небольшой конкурс. Я думаю, что вам будет приятно получить подарочек от нас. Хай, ты на канале Magic Family, меня зовут Аня, и со мной мои собачки, а еще хамячочки, и у нас много других питомцев. И сегодня у нас будет видео много всего. Мы посмотрим реакцию нашего щеночка Юми, девочки, которая никогда не видела поводок. А также я покажу некоторые свои покупочки из магазина zooguts.ru, в котором я постоянно что-нибудь покупаю для животных. И если вам что-то нужно для своего питомца, ссылочку я оставлю внизу в описании к этому видео. А еще будет небольшой розыгрыш для наших любимых подписчиков. Так что оставайтесь с нами. Не забывайте нажимать красную кнопочку подписаться внизу, ставить большой пальчик вверх этому видео. Нажимать колокольчик. И давайте начинать. Вот он мой пакетик с покупками. И что тут у нас? Тут у нас разные поводочки, ошейнички. Для чего же нам эти коробочки? Ребята, что это за коробочки такие, а? У Софии Эйвана, конечно же, есть уже... Так, мне нужно отнести этот большой воздушный шар в свой стабик. Надуть и улететь на нем. Юми. Что, я ничего? Свои мисочки. А у Миши с Юми еще нет своих мисочек. И поэтому я купила им вот такую вот штучку. Подстилочку под миски. Май принцесс. У меня есть две коробочки. Вот такие вот прикольные керамические мисочки. Май принцесс. Розовые. Под вот эту вот подстилочку. Там еще были такие же серенькие для мальчиков. Очень прикольные. Прям очень хорошенькие. Хорошенькие-то хорошенькие. Только в мисках должна быть еда. А тут нет. Юми, там еще ничего нет. Так мне интересно. Что же еще мама тут купила? У Юми есть вот такой вот ошейничек тканевый для щеночка. Я купила ей тканевый поводочек. В длину он 1,2 метра. В ширину 1,5 сантиметра. И сделан он из нейлона. Юми до сих пор не нравится ходить в ошейнике. Она до сих пор протестует у нас. И вот смотри, какой у тебя будет поводок. Вот смотри, Юми, что это такое? Нет, только не это. И сейчас мы попробуем на Юми этот поводочек одеть, да? Нет. Давай, Юми. Давай. Сейчас мы посмотрим, как ты будешь чувствовать себя на поводке. Плохо буду себя чувствовать. Довольно крупная застежка у поводка. То есть это не очень на самом деле хорошо. Поэтому, скорее всего, этим поводком мы будем пользоваться, когда Юми подрастет. Вот. Но сейчас мы в любом случае посмотрим ее реакцию на поводок. Смотри, это поводок. Пойдем. Не пойду. Пойдем, Юми. Нет. Что это такое? У меня вырос отросток. Я немножко пытаюсь тянуть слегка, но Юми уже не нравится. Отросток вырос у меня. Да. Что это? Отросток. Пойдем. Нет. Все, я в шоке. Все, мы легли и уже больше ничего не хотим нет. Мне надо отглызть этот отросток в себе. Давай, Юми, пойдем. Ты что? Куда я пойду с этим отростком? Я слегка потягиваю поводок совсем немножко, но Юми никак на это не реагирует. Точнее, ее реакция опять же протест. Потому что она маленький щенок. И ей непонятно, что это. Сейчас мы посадим Юми с поводочком вот туда, и я ее позову. Иди сюда, Юми. Мне придется все время носить теперь этот отросток с собой. И в штабик тоже. Давай, я сниму бирку. Иди ко мне. Вот, молодец, Юми. Ай, молодец. Как же мне жить с этим отростком? Он мешает. Юми, конечно, почесывается. Ей не нравится ошейник и поводок. Давай, иди сюда. Давай. Давай. Ай, молодец. Я не понимаю, как я буду дальше жить с этим отростком? Просто так с поводком Юми более или менее сама ходит. Но если взять поводок в руки и позвать ее и потянуть, то она не пойдет, скорее всего. Иди сюда, Юми. Иди сюда. Ей это не нравится. О том, как приучать щеночка к поводку, мы снимали отдельное видео. И мы будем пользоваться именно тем самым способом, который у нас там описан. Да? Для начала я просто повешу Юми какую-нибудь веревочку. И она будет просто с веревочкой ходить по дому. А потом, когда она привыкнет к этой веревочке, и она ее не будет раздражать, мы уже попробуем снова поодеть на нее поводок. Можно, конечно же, попробовать и приманить еще ее на лакомство. То есть, одеть ей поводок и позвать ее на лакомство. В этот момент не ошибиться и не похвалить нежелательное поведение, да? Юмечка, иди сюда. Смотри, что у мамы есть. Да, вот лакомство. Вот молодец, вот молодец. Давай, вот молодец. Ничего, приучимся еще, да? Еще время есть. Ставьте этому видео лайк, если хотите отдельный ролик про жизнь Юми. Приветики вот этим случайным репостнувшим наше видео из моей группы ВКонтакте или с моей страницы ВК. Спасибо большое, что помогаете нашему каналу. Также на Зоо Гудс я купила вот такой вот милый ошейник гламурный, фиолетовый, вот с таким вот бантиком для Миши. Сейчас смотри, Миша, это ошейник для тебя. Мишу я к ошейнику уже приучила, она к ним относится нормально. Сейчас мы ей его оденем, да, Мишаня? Да, вот такой красивый у Миши будет ошейничек. Ошейничек. Я красивая? Да, ты красивая? Я красивая? Да, да, красивая, правда. Также на Зоо Гудс я купила еще несколько поводочков и ошейников. Вот такой вот бирюзовый с косточками, стразами и вот такой вот висюлькой. Точно такой же, только розовенький. И еще вот такой же черный. Мне кажется, что под космическим кораблем Рики пахнет какой-то едой. Или нет? Или пахнет? Или нет? Нет, показалось. Так что там про ошейники? К бирюзовому ошейнику я купила поводок вот такой вот бирюзовенький. К розовому ошейничку вот такой вот розовый поводочек вот с такой вот коронкой гламурной. Я очень люблю сочетание красного с черным, например, для мальчиков, но и для девочек тоже. К черному ошейнику я купила вот такой вот красный красивый поводок. Все они лаковые такие, красивые, блестященькие. У Юми, Миши и Софи вот такие вот разные розовые цвета. А у Софи ярко-розовый, у Миши нежно-розовый такой, а у Юми детский такой, сердечко, у Эйвана голубой. Те, кто смотрит наш канал постоянно, знают, что мы строим дом, и буквально все наши средства уходят на строительство дома, либо на покупку самых необходимых нужд, таких как клеток для хомяков или мисок для собак. И поэтому, к моему искреннему, ребят, сожалению, я не могу делать большие розыгрыши для подписчиков, как раньше, но мы все равно продолжаем как-то поддерживать вас, и я решила, что мы эти три наборчика поводков и ошейников разыграем среди вас и проведем небольшой конкурс. Я думаю, что вам будет приятно получить подарочек от нас. Софи пошла смотреть, что там делает Рики. Ничего он не делает, что-то он вообще какой-то грустный в последнее время. Так что я сама лично через неделю выберу победителей нашего конкурса и отправлю им из нашей почты эти наборчики. И условия конкурса, как всегда, простые. Быть подписчиком нашего канала и подписчиком той соцсети, где будете делать репост. Да, и репост вы можете сделать в группе ВКонтакте, Одноклассниках или Инстаграме. Вделать репост в записи о конкурсе к себе на страницу и закрепить его. А если делаете репост в Инстаграме, обязательно поставьте хэштег Magic Family, чтобы мы могли найти ваш аккаунт. Условия и ссылка на запись о конкурсе в описании к видео. Внизу жми еще. Удачи! И увидимся скоро! Пока! Подписывайся и поставь лайк мне и Миша, и Софи, и Эйвену, и Ане.